Джамиль Исимов спрашивает О, я хотел бы увидеть топ самых длинных во времени на столах Топ игр, которые сочетают в себе Евро и Амери Трэш Топ, 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 с необычными сеттингами Ну, Джамиль, в общем-то, мы начали снимать топы Как ты мог заметить, вот у нас недавно вышло целых три топа Вот, ну, в формате видео-ответа я, наверное, не буду ничего сейчас рассказывать Потому что топы это топы, видео-ответ это видео-ответ Вот, всё будет, со временем всё будет Александр Виткалов, у меня такой извечный вопрос На мой взгляд, аудитория настольщиков в нашей стране, так сказать, попсовая и непросвещенная Большинство из играющих знают про Монополию, может, Манчкин и, возможно, Активити У меня такое чувство, что быть гиком-настольщиком это сложно, не модно и не интересно На самом деле, конечно же, это стильно, модно, молодёжно Другое дело, с обрежём, там всё намного более развито Что, по вашему мнению, влияет на такое положение дел? Дороговизна настольных игр, непопулярность такого вида досуга, менталитет Или сейчас у всех есть проблемы поважнее, решение которых отнимает драгоценное время Которое можно потратить на партию в нормальную настолку Спасибо Всё влияет, то, что ты назвал В принципе, и дороговизна, и непопулярность, и менталитет Но вот с непопулярностью мы в данный момент и боремся Меня как-то пригласили на радио, и я там долго рассказывал про настольные игры Где-то, ну, около часа Общались мы с ведущими И позвонила женщина Которая была уверена, что настольные игры это всё, как бы, да То есть у всех есть проблемы поважнее, как ты сказал Чтобы тратить время на настольные игры То есть, ну, в чём я, конечно же, пытался её разубедить Но, мне кажется, так и не удалось Времени мало У людей сейчас, да, другие проблемы И кризис в стране, если брать так в общем Дороговизна настольных игр, я думаю, не в той мере влияет Потому что есть целый разряд бюджетных настольных игр О которых мы тоже рассказываем И, в принципе, они способны привлечь людей к этому хобби Ну, сейчас хоть более-менее справляется ситуация с появлением антикафе Да, в которых в каждом практически есть настольные игры И они собирают людей Но, в основном, конечно же, там играют в попсу Это всякие там разного рода мафия Которая даже настолкой не является Дикситы, Манчкины, Уна, Свинтусы и так далее Но людям нравится, и это хорошо То есть у этих игр, в принципе, тоже есть Выполняют они свою миссию по пропаганде настольного образа жизни И я думаю, что некоторые из этих людей со временем просто втягиваются И переходят уже на более серьезные наркотики Со временем все исправляется Менталитет, конечно, да Но я никогда не мыслил стереотипами Я не считаю, что русский человек на отдыхе должен обязательно нажраться Ну, есть, да, такая у нас предрасположенность, можно сказать Но я не люблю мерить, да, какими-то общества У меня нету статистики Я не знаю, сколько на данный момент предпочитает, допустим, там, активный образ Проведение досуга От проведения досуга в баре Я не обладаю такими данными И статистику не приводил Поэтому я не буду говорить, что мы предпочитаем другой вид досуга Ну да, естественно, что настолки это в меньшинстве Потому что мало кто даже, ну, если брать в общей массе Освендомлен о том, что можно собраться И там в карты, не просто в карты в дурачка перекинуться А, допустим, там, в колонизаторов партейку сыграть Вот, не знаю, ответил я на твой вопрос или нет А вот то, что если сейчас у вас есть У всех есть проблемы поважнее Решение которых отнимает драгоценное время Которое можно потратить на партию в нормальную настолку Здесь согласен, да То есть, это, ну, пирамида маслоу То есть, сначала человек должен выполнить свои какие-то Минимальные физические потребности Далее, там, еще, еще, еще И на вершине, вот, можно сказать, это уже Разнообразить свой вид досуга То есть, да, поиграть в настольные игры Конечно, если у человека, допустим, там, какие-то проблемы на работе Он не имеет постоянного заработка И он постоянно в поисках, да То есть, пищи, грубо говоря Ну, чтобы прокормить свою семью Естественно, он не будет играть в настольные игры И вот, так как у нас Ну, я не хочу выдаваться в политику И оценивать наше, там, экономическое состояние Нашей страны и так далее Ну, естественно, это тоже влияет, да, на то, что У людей просто нет времени Для того, чтобы разнообразить свой вид досуга Настольными играми Естественно, все это в совокупности влияет на то, что В нашей стране, так сказать, аудитория настольщиков В большей части попсовая и непросвещенная Ну, вот эта вот попсовая часть, можно так сказать Она уже хотя бы встала на путь к истине На путь к более, там, сложным настольным играм Хотя, с другой стороны, может быть, ну, они играют своих условных, там, свинтусов и умно И они счастливы Если это их развлекает, то в этом ничего плохого нет То есть, ты имеешь в виду то, что они, кроме, там, своих условных свинтусов и умно Больше в другие игры не играют? Ну, тут уже, да, то есть, здесь уже задача, в первую очередь, и наша Рассказывать про какие-то более сложные, интересные настолки И, в том числе, и у антикафе То есть, все вместе, в принципе, и вы, в том числе, наши зрители То есть, поддерживая нас своими лайками, просмотрами И мы, в том числе, неся какие-то более, там, интересные настолки Рассказывая про них Все мы, вот, как бы, друг друга Вы нас поддерживаете Мы поддерживаем настольное, как бы, ну, попсовое сообщество настольное То, что рассказываем про какие-то более интересные вещи То есть, и издательство, и строители игротек, и антикафе Все-все-все вместе должны, в принципе, так скажем, сплотиться для всеобщего просвещения Вот такой очень длинный у меня ответ получился Джамиль Исимов отвечает Александру, что образ мышления У нас в стране отдых, это посиделки с алкоголем, шашлыками образно Нам тыкают везде, что игры для детей, должна быть массовая реклама Что лучше и серьезнее, это и дружеский отдых, это настолки В кино, скрытая реклама, ПТВ, реклама на улицах и многое другое А то понадобится время, чтобы народ считал, что это круто Василий Рединский спрашивает Когда вы встретитесь лично? Я, на самом деле, очень хочу посетить Питер Я надеюсь, что... Ну, в этом году вряд ли у меня уже получится В сезон к вам приехать практически нереально Это очень дорого То есть, нужно где-то за полгода собраться, чтобы туда приехать Поднакопить нужную сумму денег Я думаю, что когда-нибудь-то будет В следующем году, может быть Не знаю, не будем загадывать Саша Матвеев Планируется ли добавление на канал англоязычного контента, субтитров к видео? Я понимаю, это очень сложная работа Это все-таки интересно, планируете ли привлекать англоязычную публику? Саша, я бы с удовольствием, конечно, добавлял субтитры к видео Но, как ты правильно сказал, на это просто не хватает времени Чтобы добавлять еще субтитры к нему Это нужен, я не знаю, наверное, все-таки редактор понадобится Потому что сами мы никак до этого не доберемся Хотя стоило бы, да Чтобы расширять аудиторию, привлекать англоязычную публику Безусловно, это стоит делать Но пока что никак Без третьего человека в команде у нас это не получится А платить ему нечем Потому что о доходе я уже нашим рассказывал ранее Дядя Шанс Вопрос про атмосферность игр Существуют ли в вашей игровой коллекции игры Играя в которые вы полностью погружались в происходящее на столе? Ну так, как будто читаешь интересную книгу Ну да, это Десент тот же самый И древний ужас Так еще по атмосфере Ну, Робинзон Круза Да, в принципе, все кооперативы Они более-менее такие атмосферные Ну а для полного погружения Наверное, все-таки, мне кажется, больше подходят Настольно-ролевые игры, в которые мы играли Ну так, очень условно То есть, без очень сильно урезов систему Гурбс Вот там, да Там, как бы, более такое погружение в свою, я не знаю, фантазию Фантазию твоих игрок Со-партийцев Там, как бы, я считаю, более погружение А настольные игры-то все-таки Настольные игры, да Там есть сюжет Есть хорошая привязка к сеттингу Но для полного погружения Это нужно, там, не знаю, в древнем ужасе Свечи расставить на столе Там, то есть, потушить свет Играть в полумраке Все там, то есть, добавлять друг с другом Как-то взаимодействовать На уровне сюжета именно То есть, комментировать там какие-то события Происходящие в игре Глеб Савельев Вопрос к Денису и Филиппу Мне 11, а разработчик настольных игр Нахожусь в новосибирской ячейке граней Какие у меня шансы на издание игры? Глеб, дружище Давай, вот, чисто откровенно Я не знаю еще ни одного разработчика настольных игр Издавшего свою игру в 11 лет Может быть, может быть Конечно, я не исключаю, что есть дети вундеркинды У которых там определенный склад мышления Там, гении математики и так далее Но я, повторюсь, я не знаю ни одного такого разработчика Издавшего игру в 11 лет Может быть, если сейчас у тебя есть действительно стоящая идея настольной игры То со временем ты ее доведешь до ума До идеала ее отточишь Тем более, если ты, как ты говоришь, ты в новосибирской ячейке граней состоишь Я думаю, что тебе там люди и помогут, и подскажут всегда Но сейчас, давай, скажем, без всяких там розовых очков В 11 лет издать свою игру у тебя нет шансов практически За свой счет я сомневаюсь, что ты будешь Что ты в 11 лет зарабатываешь столько денег Чтобы за свой счет издать эту игру А издательство просто всерьез тебя даже не воспримет Так что мой совет Доводи игру до ума Идею посоветуйся, в первую очередь, со своими родителями С новосибирской ячейкой граней Стоит ли твоя идея того, чтобы доводить ее до ума Ну, родители тебе, конечно, скажут, что продолжай в том же духе Развивайся Я, в принципе, с твоей игрой не знаком Но скажу так, если идея хорошая Собирай мнение Тестируй Доводи до ума Чтобы Издать ее когда-нибудь Когда станешь взрослее, скорее всего Иван Звонарев спорит с Джамилем В нашей стране в последнее время больше и больше народу отдыхает Не так стереотипно, как вы привыкли мыслить У вас стереотипы, как у американцев, о том, что на Красной площади Ходят медведи с балалайками, калашом наперевес и пьют водку Народ старается искать различные варианты отдыха сейчас А не только бухнуть бы И насчет того, что тыкают везде, что игры для детей Я бы также поспорил Им ходят о ваше субъективное мнение Я не могу припомнить такого СМИ и тому подобного А про рекламу данного вида отдыха я согласен Ну, в принципе, о том же, о чем я и говорил То есть Не нужно мыслить стереотипно Но Иногда действительность заставляет мыслить стереотипно Ну, как бы разум у человека устроен так, что он запоминает негативные стороны А более какие-то позитивные, они Ну, не настолько, да, запоминаются То есть, если мы Видим, что, допустим, наши коллеги по работе там Собрались в пятницу в бар сходить, а не в настольные игры поиграть Это их выбор Но это не говорит о том, что Все предпочитают, да, этот вид досуга Более интеллектуальному То есть, поиграть в настолки Точно так же собираются Каждую пятницу у нас в клубе играют там В Magic the Gathering Точно так же антикафе по субботу-воскресеньям Там много людей играет в настольные игры И, то есть, так вот Стереотипно, да, то есть Говорить, что у нас вот такой менталитет Что большая часть Выбирает там, допустим, ну, попить водку Я бы не стал без Какой-то там статистики, да, какой-то И то, статистика тоже такая довольно непредсказуемая штука На самом деле Все это очень сложно анализировать И делать такие выводы я бы не спешил Джамиль дальше пишет Иван, возможно, да, я субъективен Мыслю стереотипно Но под выпить я не имел ввиду Водку, медведя и балайка Я имел ввиду клубы, тусовки И различные шумные пати Ну, про игры для детей Большей части моих знакомых Нигиков реагируют на мои увлечения фразой Кончай детскими играми Заниматься и повзрослей Вам очень повезло Если среди людей, которых вы встречаете Таких нет К моему сожалению Я таких очень и очень много встречаю Часть из этих людей Я подсадил на настолки Но их меньшинство А людей, которые реагируют на настолки Как на детскую забаву Очень много И вот они полны стереотипов Пока что много Но рано или поздно Не знаю Мои, как бы, друзья Нормально реагируют на настольные игры Потому что сами играют Ну Много есть у нас Именно гиков настольных Которым под 40 лет и больше И... Ну, они же точно не воспринимают Это все как игрушку для детей Я так думаю Раз в таком, как бы, возрасте Играют до сих пор Серега Петров дальше пишет Иван, добрый день Я работаю в сфере продаж настольных игр А так как магазины наши находятся В крупных торговых центрах Очень много проходящих посетителей Тех, кто просто шел поглазеть Что за магазины Поверьте, более 50% людей Искренне удивляются Как можно на настолку Потратить больше 500 рублей Если на эти деньги Можно побухать 10-15% вообще напрямую говорят Что лучше пиво или коньяк купить Так что все-таки У нас малый процент населения Видит отдых без алкоголя И с настолками Ну, не знаю Это нельзя назвать статистикой Проходящих мимо людей В магазине Сколько людей Которые не посещают Ваш торговый центр Но интересуются настолками То есть, да, если брать Посетителей Тех же интернет-магазинов Того же Азона Там, например, да Где и настольные игры В том числе И книги И что Все, что только хочешь И вещи там какие-то Туда люди Тоже иногда, наверное Забредают На страницу с настольными играми И там уже будет Другая статистика Например То есть все это Очень сложно Проводить какие-то там Анализ Вот чисто на посетителях Одного торгового центра Так что это неправильная Статистика у вас Ну, в то же время Да, нельзя отрицать Этого факта Константин Сиденко Как вы делаете ПНП? Было бы неплохо Получить что-то Вроде гайда Ну, ПНП я уже давно Не делал Но, в принципе У меня есть В задумках Сделать видео Два способа Изготовления карт Да, то есть Там будет рассмотрен Как и более дорогой способ Так и подешевле В принципе Я думаю Это может пригодиться И не только для того Чтобы пиратить Да, игры А также И делать Ну, вставки Там В те игры У которых нет локализации Или те игры Которые Не достать Можно сделать С ПНП То есть, в принципе Будет такой Небольшой Отрезок гайда По изготовлению карт А дальше видно будет Опять же По срокам Ничего не могу сказать Пока Еще вопрос от Джамиля В каких настольных играх Вам бы хотелось Сменить сеттинг И на какой И по какой вселенной Вы хотели бы настольную игру И в каком жанре Я бы вот Очень хотел Десент Но по миру Лавкрафта Мне очень нравится Механика Десента Она такая Ненапряжная И в то же время Позволяет Такое Какое-то приключение Пройти Я бы вот С удовольствием Поиграл в Десент По миру Лавкрафта Да, по мифам Ктулху От Виктории Дрон На вопрос Ну и когда мир увидит Обзор от Филиппа В подобном образе И фотографию Ставила Молодец Это очень старый Фотосет Я не знаю Если появится Какая-нибудь игра Которая заслуживает Такого моего Как бы Перевоплощения То Может быть будет Пока не знаю Вопросы от Степана Голубева Первый А вам отправляли Новую эволюцию Мне Наша Эволюция Первая То есть та, которая у нас была издана Не то чтобы Не понравилась Скорее Не зацепила И Ее новая версия Также как-то мимо Мне она неинтересна Второй Фил Когда планируешь Эйфорию обзорить? А обзор эйфории Скорее всего Будет уже на этой неделе В пятницу Вот В принципе Я так По всем вопросам пробежался Денису даже ничего не оставил Так что пишите Друзья новые Задавайте еще И до новых встреч Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok